привет друзья я очень много рассказываю о яхтинге очень много рассказываю о том как стать яхтсменом и при этом я никогда не показывал как это в реальности происходит то есть можно много говорить а можно когда-нибудь сделать своим примером показать своим примером так вот я уже своим примером на видео показать не могу как я стал яхтсменом потому что я уже давно яхтсмен но есть люди которые могут показать своим примером причем что не которые уже купили яхту и ведут свой яхтенный блок, а которые только поехали и начинают вообще свою яхтенную жизнь. И это важно, потому что на самом деле многие люди очень хотят и при этом никогда не сделают, потому что в принципе им чего-то не хватает. Возможно им не хватает вот именно этого толчка, что вот есть человек, который ничего не умея, ничего не зная, взял, поехал и сделал. Сегодня хочу вам представить человека, который обратился ко мне и сказал, я хочу быть яхтсменом, но он не пошел и не купил себе яхту, там не сделал какой-то резкий шаг, он сказал, я просто хочу быть, помоги пожалуйста, и я решил, а почему бы и нет, и решил сделать на канале рубрику я капитан, там будет человек, который что-то делает сейчас в Москве для того, чтобы уехать на яхтинг, а потом что-то делает уже здесь, приехав сюда в Испанию, там может быть начав работать в Марине еще где-то, я сказал человеку, что я не буду для него нянькой, я не буду его обхаживать, я не буду ему ничего обеспечивать, я ему не обещаю ничего, но при этом я могу помочь и подсказать. Так что встречайте, сейчас конечно не самое лучшее время, все эти вирусы, все эти карантины, еще что-то, но человек все равно хочет двигаться к своей цели и может быть это самое время начать изменять свою жизнь, поэтому и вы меняйте. Дальше будет уже его видео, он расскажет про себя, спасибо большое, поддержите его лайками и все остальное. В общем, это отдельный плейлист на канале «Капитан». Произвести измерение температуры забортной воды не представляется возможным из-за отсутствия таковой. Тот, кто рожден был моря, тот полюбил навсегда. Белые мачки на рейде, пинки морской города, светлая ка над волною, южных мачей забытье. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала «Ты капитан». Сегодня 17 марта 2020 года, я вот тот человек, о котором вам рассказал автор канала. Меня тоже зовут Кирилл. Как вы видите, у нас и прически с ним даже одинаковые. Некоторое время назад я на этом канале увидел видео, которое называется «Что делать, если ты влюбился в яхтинг?». Думаю, будет ссылка, кто не видел, сможет перейти посмотреть. Я под этим видео оставил свой комментарий, что это как раз мой случай. Мне хотелось бы изменить свою сухопутную жизнь на морскую, стать их сменом, но у меня нет каких-то огромных доходов. Единственное, что я могу это сдать вот эту квартиру, то есть чем я сейчас и занимаюсь, я доделываю ремонт и буду ее сдавать. И мне Кирилл предложил с ним связаться и, собственно говоря, обсудить, как можно это все реализовать. И действительно мы с ним созвонились по WhatsApp, достаточно долго беседовали, очень много обсудили вообще таких вещей, которые имеют перспективу. И вы тоже это все, я думаю, узнаете, если что-то из этих проектов мы с ним сможем реализовать. Также выяснилось, что я могу помогать ему по работе с каналом, то есть я обладаю науками редактирования видео, там работы с сайтами в социальных сетях, там и прочее. Все, что нужно для того, чтобы ему помочь. И также я обладаю всеми базовыми науками, которые любой нормальный мужик, к моему возрасту, в нашей стране обладает просто в силу того, что-то необходимо знать. Я имел много специальностей, за что и состоял на особом учете в одесском уголовном розыске. Там что-то подварить, что-то движок перебрать, там покрасить, пошпаклевать, там и так далее. Ты же вундеркинд, а что это такое? А черт его знает. Вот это вот все то, что нужно как раз для того, чтобы поехать, как-то попробовать там поработать с этими яхтами, где-то там устроиться на работу. И Кирилл пообещал мне во всем этом помочь. За границей нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. Ну, в общем, посмотрим, как у меня это получится, потому что проект достаточно амбициозный. В 43 года так круто изменить свою жизнь. Это, конечно, не так просто. Я поэтому надеюсь на вашу поддержку, что вы меня будете морально поддерживать. Крепитесь. Нам потребуется ваша помощь. Напишите какие-то свои комментарии. Может быть, у кого-то вопросы какие-то будут. Я на них с удовольствием отвечу. Есть ли у тебя, как говорится, какая не на есть программа? Ну, а как же можно без программы? Ну, что я вам, бандюга с большой дороги. И в последующих видео, это будет, я так думаю, на канале отдельный плейлист о том, как я еду туда, в Испанию и становлюсь их сменом. И, в общем-то, я буду там выкладывать все поэтапно, со всеми отчетами о затратах, то есть, сколько это стоят те или иные действия вплоть до билетов, там, до пребывания в странах Европы, в которых придется пребывать, всевозможные визы, там, получение загранпаспорта и прочее. В следующем видео я планирую более детально рассказать о последовательности шагов и времени их осуществления, и в дальнейшем видео уже будет о получении загранпаспорта. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. Сейчас у меня на сегодняшний день даже нет загранпаспорта действующего, хотя у меня в 2010 году была шенгенская виза и были переходы, граница, в общем-то, такой проблемы, как там какая-то боязнь пребывания в другой стране, боязнь какого-то языкового барьера, у меня эта проблема отсутствует. Теперь давайте я немножко о себе расскажу, почему я вообще к этому пришел, как там произошло. Началось все с того, что где-то около двух лет назад, чуть больше в моей жизни начали происходить какие-то такие изменения, которые я даже сразу не мог понять, как интерпретировать. То есть сначала от меня жена ушла, с которой больше 10 лет прожили, но это отдельная тема. А потом я сломал голеностоп и долгое время был прикован к кровати, и пришлось просто залезть в интернет, и я достаточно много, в общем-то, в интернете пролазил, откуда я вот и обладаю всеми вот этими навыками, которые необходимы для ведения канала, для интернет-магазинов и тому прочее. Но об этом вы узнаете потом еще в дальнейших видео. Ну вот, кстати, монтаж, вот это видео я смонтирую, то есть вот навыки моего монтажа, например, да, и так далее. То есть вот это все меня постепенно привело к тому, что моя жизнь и сама изменилась, и я понял, что, в принципе, вот это все время, которое я прожил здесь, вот в глубине материковой части, оно потрачено впустую, потому что, на самом деле, я человек не совсем сухопутный, у меня в Ялте жил дед в детстве, и, в общем-то, на все лето меня отправляли туда, это в Крыму, даже я, как бы, Крым предпочитаю называть Тавридой, а не вот этим названием, которое ему дали в начале 20 века. Ну и, собственно, вот в Таврической губернии, в этой я часть своего детства провел, часть московской, поэтому для меня это второй родной регион. В общем-то, я такой человек, наполовину московский, наполовину таврический. Панатаван грицян таврический! И, соответственно, с морем у меня тоже очень много связано. У меня, например, нет морской болезни, потому что я с детства привык к кораблям, вот этой качке, я про это рассказывал, то есть я буквально не понимаю, что это такое, я никогда не ощущал каких-то неприятных ощущений от качки, там, тем более какой-то тошноты и прочее. Вот. Ну, собственно говоря, поэтому, вот как в песне, которую я поставил на заставке, «Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда», то есть человек, который с этим уже с детства был связан, я хоть и родился в московской губернии, но, тем не менее, это сопоставимо. То есть я достаточно долгое время в детстве там провел, и, соответственно, я и к климату привык, мне вот этот вот холод и вот это все мне очень тяжело переносится, я, наоборот, очень хорошо переношу жару, мне нравится в жарком климате находиться. Я люблю, когда море, солнце и такое все прочее, а здесь я просто чахну, мне ничего не хочется делать, у меня сил ни на что нет, руки опускаются, депрессии и прочее. Поэтому я, в общем, решил, что все это нужно поменять, раз уж скоро жизнь поменялась сама, и теперь вот мы посмотрим, как у меня это получится с минимумом доходов, и для чего, еще раз можно сказать, я буду все это поэтапно освещать, для того, чтобы каждый, кто захочет, у кого тоже нету таких огромных каких-то сверхдоходов, то есть о моих доходах, я вот могу сказать, что вот этот телефон, на который я сейчас снимаю, я его на днях разбил, и вот эти незапланированные затраты 2000 на ремонт телефона, я эти деньги еле нашел, то есть не сказать, что у меня прям такие суммы в наличии есть, которых можно прям запросто решать, с помощью которых можно запросто решать все свои проблемы. Вот, то есть все приходится с преодолением вот этих препятствий, и если у меня это все получится, то любой может повторить мой вот этот вот путь, и все то же самое проделать, будет знать примерно, какие нужны суммы, сколько нужно будет заработать, там поднакопить и прочее. В общем, я прошу вас меня поддержать в этом моем начинании, поставьте мне, пожалуйста, лайк, напишите какой-то комментарий, если поставите дизлайк, ну, если кому-то не понравится, конечно, ставьте, но тоже я вас прошу написать, а что не понравилось. Конечно, подпишитесь на канал и проверьте, что вы подписаны, потому что это будет помогать продвижению канала, соответственно, помогать продвижению моего проекта, и кто хочет не пропустить вот эти видео, в которых я буду рассказывать о том, как я поэтапно иду к своей цели, нажмите колокольчик, и тогда вам придет уведомление, и в частности мы с Кириллом в ближайшее время и планируем прямой эфир с ответами на вопросы, такой по скайпу, как бы у нас будет трансляция, и вы сможете тоже задать вопросы, чтобы не опоздать на эту трансляцию, как вот вчерашнюю, которую он сделал абсолютно без какого-то предупреждения, я на нее не попал, потому что не знал. Вот если вы хотите не упустить эту трансляцию и получить анонс, и знать, когда она будет, нажмите на колокольчик, на этом я с вами прощаюсь, еще раз поставьте мне лайк, увидимся в следующих видео. Ух ты, малыши из бухты, а впереди наш друг океан, наши девочки запрятали рученьки в муфты, и ждут нас на берегу, а где-то в гриву и девочка в розовом царафане, и мама ее не отпускала гулять, но мы просили, отпусти маму дочку с нами, и мать отпустила, и ночью на корабле. и инфляк, и у remedy матери купро. и и Продолжение следует...